так друзья снова приветствую вас на моем канале нумизматическом сегодня веду вас небольшой экскурс в американскую нумизматику как вы видите я уже начал собирать коллекционировать монеты вот моя по сути первая американская коллекция я решил взять за основу или начать собирать в такие буклеты вот именно buffalo 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 никель прошлого столетия нет не скрою мне понравился сам дизайн сама идея с этим голова индейца коренного американца и buffalo на другой стороне первое что я сделал я решил купить две вот такие вот книги это каталоги 23 года и 20 соответственно 24 это как-то так все начинается все показывается рассказывается первые американские монеты со времен испанской колонии там британской колонии так далее в общем здесь есть экскурс такой как коллекционировать монеты смысл сводится к тому что где-то начну вот как как начинать коллекционировать монеты смысл здесь сводится к тому что коллекционировать нужно инвестировать монеты нужно с умом и потому что можно попасть на деньги нужно исходить из здравого смысла а это здравый смысл в том что нужно сравнивать цены в каталогах вот я купил 2024 и 2023 года каталог американских монет и оказалось что цены там не изменились вообще за исключением вот эти вот м с 60 м 63 вот они действительно дорожает все остальное в любом сохране они недор не подорожали за год за два ну да ладно в общем здесь есть таблица с объяснениями и так далее так далее вот здесь продолжение какие были там монетные браки монетные разновидности и так далее достаточно интересно очень качественный каталог у меня обошелся по моему то ли 10 долларов не суть важно в общем и мне удалось собрать всю коллекцию за исключением вот этой вот разновидности три фри леггет это значит треногий буйвол это разновидность 37 года там на денвере на этом монетном дворе решили подточить или отполировать изношенную штемпельную пару и заметили что стерли ногу буйвола и уже было поздно и уже попали в обращение эти монеты ну это предыстория как появилась эта разновидность все остальное но она сама дорогая я не купил потому что она стоит 500 долларов и я думал ну блин инвестиции для меня 500 купил потом 500 продал это туда-сюда не о чем будет но все остальные я принципе купил сейчас их я буду потихоньку продавать я приблизительно потратил на эту коллекцию два месяца мне обошлось сейчас вам скажу мне обошлось восемьсот шестьдесят семь долларов вся эта коллекция они все в разном сохране значит вот эти вот монеты никелевые они сменили пришли на замену вот этим вот серебряным монетам с либерти голова либерти вот они совсем маленькие вот она у меня одна есть вот они совсем маленькие не совсем они совсем совсем маленькие то есть если сравнить приложить то диаметр меньше однозначно видите на вот такой буклет можно купить буквально где угодно можете на алиэкспресс попытаться купить можете в любом интернет-магазине это предыдущих очень предыдущего партии предыдущей серии монет скажем так наверно вам надо вот так это выглядит вот так она выглядит вот сам дизайн этой компании атакует альбом выпускать то есть здесь есть некоторые описания по разновидностям и так далее так далее что бросается в глаза на что нужно обратить внимание что желательно чего желательно начать если допустим захотели коллекционировать именно американские монеты именно вот этого вот этого типа вот этого номинала самая дорогая разновидность которой они купил это вот это я уже называл сумма на 500 долларов стоит самом плохом состоянии значит здесь здесь сша на западе есть такое понятие мы допустим называем редкое либо относительно редкое и нечастые они называют значит key date то есть самая редкая из всей серии в данном случае самая редкая из всей серии это считается сейчас я найду ой где она а вот 26 с 26 года 5 центов с тиражом 970 тысяч всего это самый маленький тираж и всей серии именно какого-то монетного двора не считая разновидностей и также есть понятие как 7 икей полуредкая то есть иногда в продаже пишется 7 икей либо ну то есть key date самая редкая и 7 икей это полуредкая то есть одна из самых редких но не самая редкая и вот эти 7 икей их тут немного то есть полуредких что мне бросило в глаза когда я коллекционировал ну собирал эти инвестировал в эти 5 центовые монеты монеты попадаются разные попадаются чистые грязные новые старые стертые почищенные на случай я по дурости купил вот эту вот этого года она у меня относительно дорого купила я плохо продал скорее всего продам плохие вот тоже но здесь видите здесь два типа одного года значит из этой группы монет когда когда начинали чекание тринадцатый год до восемнадцатого до условно здесь все в плохом то есть купить монету за там 20 долларов за 10 в плохом качестве это не самый лучший вариант но он единственный так чтобы чтобы собрать чтобы было по бюджету далее монеты идут более таком сохране fine very fine но мной было собрано и относительно небольшие инвестиции и уже близок к окончанию у меня получилось он циркул это только 38 года потому что это был последний год вот эта монета 38 обалтан саркул это вот это у меня тоже большой тираж очень много сохранилось до наших дней они передавались от коллекционера коллекционеру в банках много лет лежали и тут уже xf есть некоторые xf значит что еще бросается в глаза какой тираж самый большой из вот этого выпуска вот он 36 года 118 миллионов девятьсот девяносто семь тысяч это самый большой тираж и все серии а самый маленький тираж вот самый низкий тираж она должна быть самая дорогая но она не самая дорогая двадцатого года мне по моему удалось купить за 40 долларов всего да 40 долларов и как бы окей да это сохран в же вообще даже не fine потому что fine very fine это уже большие суммы нет смысла покупать за 100 долларов там или выше кроме инвестиций здесь можно проследовать какую-то историю соединенных штатов потому что где-то в двадцать первом году началась рецессия и видно 21 без монетного двора 21 с сан-франциско монетный двор и все и денвера нету то есть всего чеканил монеты всю 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 эту серию чеканил три монетных двора с сан-франциско денвера и филадельфии если нету буквы значит это филадельфия какой состав у этих монет значит 5 центов у них диаметр 21 миллиметр с хвостиком масса 5 грамм гурт у них гладкий металл это медно-никелевый в основном медь 75 процентов никель здесь 25 процентов значит гравер и скульптор это монеты звали джеймс фрейзер а моделями для изображения индейцы стали три коренные жителя как бы собирательный образ американского континента вожди нескольких племен и сам буйвол сам сам скульптор джеймс фрейзер рассказал о своем дизайне он говорил когда меня попросили сделать 5 центовую монету я почувствовал что хочу сделать что-то полностью американская монету который нельзя было бы спутать с монеты какого-либо другого государства мне пришло в голову что буйвол как часть нашего западного происхождения был бы на сто процентов американским и что наши северо-американские идейцы тоже идеально вписывались в эту картину но друзья это вкратце давайте сегодня я вкратце провел для вас некоторый экскурс я думаю на сегодня все небольшую информацию дал всем пока